Я верю, что то, о чем я буду говорить, поможет многим людям сделать решение. Решение к Богу. Хотя тема называется у меня «Страданием рожденная свобода», она все равно заключена в том, что нужно иметь эту встречу с Богом. Дорогие друзья, мы с вами празднуем Песох. И не секрет, что праздник Песох – это пасхальный праздник, говорит об исходе. Хотя сегодня можно было говорить о самом исходе, как это происходило. Можно было говорить о десяти казни, которые постигла Египет. Мы могли бы говорить о смелости Моисея, который взял на себя дерзновение пойти и встретиться с фараоном и сказать ему «Отпусти народ мой». Мы можем говорить о том исходе, который сделал Израиль в последний день, как Бог избавил его через кровь Агнца, всех первенцев. Мы можем говорить об этом. Но все же, что бы мы ни говорили, все приходит к одной и той же части. Песох – ничто иное, как празднование исхода. Это праздник, когда народ Божий праздновал и празднует свое изволение из рабства. Таразаконие, 6 глава, 21 стих. «Тогда скажи сыну твоему, рабами мы были в Египте, но Господь вывел нас из Египта рукою сильной». Вы слышите, этот момент очень важно понимать, потому что все-таки Песох – это не просто воскресение еще из мертвых, как мы принято почитаем и как мы понимаем это, но связь с тем, что происходило тогда и с тем, что происходило во время Песоха, во время жизни Ишуа, он сам о себе говорит, что ему придется сделать исход. Сделать исход. И это связано было с исходом Израиля из Египта. Исход 3 глава, 7 стих говорит, «Сказал Господь Моисею, я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от пристеснителя его, я знаю скорби его». Это слово, которое было сказано Богом к Моисею, фактически послужило и поводом разговора о Пасхе. Песох – это исход, выход из чего-то куда-то. И если евреи, которые праздновали Песох, тот первый Песох, той ночью, оставаясь в домах, не выходили из своих домов в землю обитованную, которую Бог обещал, они погибали также. Потому что суть исхода не просто спастись, не просто открыться, не просто переждать смерть первенцев и также болезней, суть исхода была выйти. Этот принцип Бог хочет, чтобы мы положили себе на сердце. Есть такая поговорка во время Пасхи. «Легче вывести евреев из рабства, чем рабство из евреев». Часто говорят так. «Легче вывести евреев из рабства, чем само рабство из евреев». Почему? Почему такое мнение сложилось? По одной причине. Потому что внутри этих людей, которые привыкли к жизни, в которой они находились, оставалось рабство и желание вернуться обратно. Ведь идти обратно к фараону. Это высказывание, фактически, сегодня может помочь многим людям, которые, как бы стали верующими. По причине, может быть, новшества, свободы, может быть, это популярно и модно, стать верующим христианином. Мы понимаем, что те многие грешники, которые не желали расстаться со своим грехом, не хотят расстаться сегодня со своим грехом, имеют внутри позицию вернуться обратно. Рабство, оно всегда притягивает. Многие люди, не зная, что делать со своей свободой, чувствуют, что в том рабстве, где они были, там существует нечто лучшее. Выходя в Пасху из Египта, мы 40 лет бродили по пустыне. Я говорю, бродили, потому что у нас была цель, но у нас не было пути. Множество дорог ведут, может быть в обитованную землю, но один путь, который Бог избрал из своего народа, это послушание. Мы сделали одну из самых больших ошибок, может быть, для себя, как еврейский народ. Мы думали, что Бог нас вывел из Египта, чтобы сделать нам хорошо, чтобы нам было хорошо. Хотя мы понимаем, что Он говорит, я веду вас в землю обитованную, где течет молоко и мед. Я хочу вам сказать, это ошибка. Когда человек думает, что Бог меня спас от чего-то, освободил от тех, рабства и тех привычек, того образа жизни, в котором мы находились, и чтобы Он выводит нас в другую землю, или же вывод, выход этот, что нам будет хорошо, Он выводит нас и освобождает нас, чтобы нам было хорошо. Вопрос, когда становится плохо? Что происходит? И мы видим, когда Господь начал испытывать свой народ, тогда добралась к ним такая мысль, что если теперь приходят испытания, трудности, переживания, значит, Бог не ведет нас обитованную землю, значит, не все хорошо. Нужно что сделать? Вернуться обратно. Вот один из примеров, который хочу вам привести. Это бунт Корея, числа 16 глава, 13 стих. Послушайте внимательно эти фразы, и вы поймете, о чем я говорю. Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне, и ты еще хочешь властвовать над нами? Привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед, и дал ли нам во владение поля, виноградники? Глаза людей, с их ты хочешь ослепить? Не пойдем. Бунтари всегда высказывали то, что оставалось у них на сердце. Потому что мы еще недалеко ушли от Египта. Мы еще недалеко ушли от того места, где нам фактически, хотя при рабстве было небольшое удобство. Было удобство, хотя мы и сегодня переживаем трудности, но тогда нам было сложно, трудно, переживали, но мы все равно имели свой удел какой-то. У бунтаря, который не расстался со своим рабством, со своими привычками, остается этот Египет внутри него. Я понимаю, что очень сложно об этом говорить, но на самом деле что происходит? Что это просто какой-то кошмар для Моисея или же это просто причина, чтобы просто поссориться? Нет. Друзья, нет. Абсолютно. Этот наш внутренний человек падшей природы, он всегда хочет иметь этот ход назад. То чувство, где ему было комфортно, где ему лучше. Он хочет, наша свобода, которую мы принимаем от Бога, все-таки получить с этой свободой и быстрое обещание. Другими словами, когда Бог говорит, я выведу тебя в обетованную землю, это не означало, что я пересек Красное море, и вот она, обетованная земля, к ней нужно было дойти. Бунтовщик, он смотрит, что он еще недалеко ушел от Египта, еще недавно, он был, может быть, наркоманом, алкоголиком, зависящим человеком, может быть, в его жизни было крушение, безнадега, и вот этот мир его погружал, его нагружал как раба в этой рабской системе этого мира. И когда Господь даже дает свободу, эти люди, попадая в свободу, радуются, но с ней не знают, что делать, потому что обетования, которые Бог дает, они не моментальны, не мгновенны, это не микроволновка, которая вскнул пирог, и он через две минуты уже готов, это путь. И Бог повел Израиль путем, чтобы вывести рабство из рабов. Мало того, чтобы быть свободным от атаков, выйти откуда-то, нужно уничтожить рабство, которое было в этих людях. И Корей как раз и говорил о том, что мы вышли, послушайте, он говорит, ты нас забрал из земли, где текло молоко и мед. Ужасно. Это был дом рабства, это было место, как еще место писания говорит, что это было железная печь, рабство. И в этом рабстве эти люди усмотрели себе молоко и мед, как бывает часто с людьми, которые, зная свободу в Ишуа Мессии, познали его, недалеко еще ушли, не познали еще пути Божьи и обетование, которое нам дано в нем, а не да и аминь, которое мы говорили недавно об этом, они смотрят назад, и думают в этих обстоятельствах, в которых я жил, в грехе, который меня нагнетал, не все так было плохо. Не все так было плохо. Как многие сегодня попадают в обольщение, когда думают, что мир представляет некую земную радость, дает небольшие какие-то радостные вещи и какую-то стабильность. Фактически, если так посмотреть, то люди, которые живут во грехе и в порабощении, какие-то зависимости, у них какая-то есть стабильность, какое-то что-то еще может быть, и вот эта стабильность, за этой стабильностью хотят вернуться взамен на компромисс греха. Грех всегда будет делать тебя мирским человеком. Я помню одну фразу, которую сказал проповедник, что Библия всегда удержит тебя от греха. Грех же всегда будет удерживать тебя от обетований, которые в Библии. Есть обетование, которое Бог предоставил для тебя и для меня сегодня. Он хочет, чтобы мы вышли из этого Египта. И вы скажете, для чего тогда нужно было выводить евреев из Египта? Разве не ради изобильной жизни? Послушайте, услышите меня обещание обильной жизни, как еще, говорит, ищите прежде всего Царство Небесное. Все остальное оно приложится. Для евреев был тот же самый путь, что предлагаемая обетованная земля и молоко и мед, оно как пакет благословений приходило тогда, когда ты был послушным и выходил из Египта. Для чего? Первое, чтобы совершить служение Богу. Первое, для чего Бог выводил евреев из Египта, для того, чтобы они поклонились Ему. Вопрос у меня становится, разве они не поклонялись тогда Богу в Египте? Наверное, если Бог говорит, а чтобы принесли, принесли жертвы и поклонились Ему, значит, что-то мне было сделано правильно. Народ только слышал о Боге, как многие у нас люди есть, которые набожные. Они набожные люди. Они знают о Боге, а знают чудеса, которые были сделаны, обещания, которые Бог дал. И они жили обещаниями, которые Бог дал Аврааму. Они знали, что будет какая-то земля, но они не знали, что это. Они не чувствовали Бога, они не переживали, поэтому Бог, выводя их в обетованную землю, Он говорит, я хочу свериться с вами. Я хочу иметь эту встречу лицом к лицу с тобою в пустыне, не в Египте, не в твоем рабстве, не в твоей суете, не в твоем положении, хочу вывести сначала тебя через кровь Агнца. Я хочу освободить тебя, чтобы ты вышел и встретился со мной. Второе, для чего Бог выводил Израиль из Египта, чтобы совершить или заключить с ним завет. Услышьте меня, пожалуйста. Хотя мы понимаем, что завет Бог заключил с Авраамом, но в пустыне Бог делает завет, который будет сильным и который будет показывать нам на Мессию. Он говорит, что я вывел вас из Египта как орел на крыльях своих для того, чтобы совершить это общение, встречу, чтобы вы были народом моим. Для чего? Чтобы я выводил вас к себе, для себя. И третье, это то, чтобы познать Господа и войти в обетованную землю. Когда мы познаем Его, мы тогда уже имея свободу выбора, свободу следования за Богом, к нам присоединяется и то благословение, которое Он обещал и обещает на сегодняшний день, чтобы войти в обетованную землю и там быть в обетованной земле священниками и добрым, примером для народов, которые там жили. Как похоже это сегодня. Бог хочет, чтобы мы были письмом, читаемым всеми людьми, чтобы мы были готовы ответить каждому человеку на свое упование. Там, в обетованной земле, помнить нужно, что ты через страдания приобрел себе свободу. Другими словами, Бог хочет сказать, что ты смотри, когда ты войдешь в обетованную землю, помни, что только через страдания ты приобрел себе свободу. Поэтому у меня есть две картины, которые я хочу сегодня показать вам. Я показываю ее как то, что страдание родило, через страдание рождается свобода. Например, второзаконие 26 глава 1 стих. Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой даст тебе в удел и овладеешь ею и поселишься в ней, то возьми начатка всех плодов земли, которые ты получишь от земли твоей, которые Господь Бог твой даст тебе, положи в корзину. Пойди на то место, которое Господь Бог твой изберет, чтобы пребывало там имя Его. И приди к священнику, который будет в те дни, и скажи ему, сегодня я исповедую перед Господом Богом твоим, что я вошел в ту землю, которую Господь клялся отцам нашим дать нам. Когда ты уже приобретешь все, ты должен что-то сделать. Ты приносишь дар и говоришь, провозглашаешь, сегодня я говорю о том, что моим даром и тем, что я нахожусь в земле, я свидетельствую о том, что Бог, который вывел меня из рабства и дал мне землю, которую Он обещал моим отцам. Друзья, это очень важная тема, потому что многие люди не понимают причину исхода, причину Пасхи, что мы делаем, поскольку мы приняли Ишуа Мессии. Вот здесь дальше говорится следующее, священник возьмет корзину из руки твоей, поставит ее перед жертвенником Господа Бога твоего. Ты же отвечай и скажи перед Богом Господом твоим. Отец мой был странствующий арамьянин и пошел в Египет и поселился там и с немногими людьми и произошел там от него народ великий, сильный и могущественный. Он вошел туда, в Египет свободным, был, расширился, умножился и как мы знаем историю, когда народ расширился, умножился, стал сильным, испугались египтяне и сделали хитрый. Там есть момент такой, где хитростью и говорит фараон, что нужно хитростью овладеть народом Израиля. И это удалось. И дальше говорится, но египтяне худо поступали с нами, притесняли нас, налагали нас тяжкие работы возопилили мы Господу Богу Отцов наших и услышал Господь вопль наш и увидел бедствия наши, труды наши и угнетения наши. Вывел нас Господь из Египта рукой сильной, мышцой простертой, великим ужиншим, знамениями и чудесами. И привел нас на место сие и дал нам землю, сию землю, в которой течет молоко и мед. И так, вот я принес начатки плодовод земли, которую Ты, Господи, дал мне и поставь это перед Господу Богом Твоим, поклонись перед Господу Богом Твоим. Причина выхода из Египта одна служить Господу. Выход из рабства, в котором ты находишься, греха, привычек, выход через Ешеву Мессию по одной причине служить Господу. Хотя при этом служении и дается обетование, обещание успеха и полоносия, но это всего лишь принцип после того, как ты принял его, усмотрел его, соединился с ним, то есть согласился на его условии, поэтому и был дан закон, чтобы согласиться с этими условиями. Я уже говорил одну вещь, чтобы сделать завет. Иеремия говорит такие слова, которые нас подталкивают на другую мысль. Мысль, которая я бы хотел, чтобы донести для вас, и вы поняли, о чем я говорю. Вот наступают дни. Иеремия 31-31. Говорит Господь, «Когда я заключу с домом Израиля, с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, но тот завет они нарушили, хотя я остался в союзе с ними, говорит Господь». Откровение, если вы можете получить это откровение, зачем нужен был тот песок, который Ишуа участвовал, и когда он говорит, это кровь нового завета, страдания Ишуа Мессии, потому что здесь пророк заранее говорит о том, что Бог говорит через пророка, что тот завет, который я сделал с ними, заключил, выводя их из Египта, они нарушили. Услышьте, это не мои высказывания, это не какой-то насмешка над иудаизмом или что-либо и народом израильским, это принцип тот, который Бог усмотрел, зачем ему нужен новый завет. Нарушение завета, который Бог уже сделал с Израилем в то время, нужно было перезаключить, его нужно было сделать обновленным, новым, не на условиях старого завета, мы называем старый завет, на условиях того завета, которое было в пустыне, на условиях других, на заключении непорочного и плюс еще сильного завета, который человек не смог бы прервать. И Писание говорит о том, что Бог не мог никем другим клясться, как клялся самим собою. Бог желая спасти евреев и теперь уже не евреев, которые, ну фактически евреи не вытянули эту позицию быть светом и священниками этому миру. Они не вытянули, потому что здесь Еремея говорит о том, что они этот завет нарушили, хотя Бог оставался верным, но Бог, любя свой народ и давая обещания Авраму, исполняет его другими условиями, на которых очень часто спотыкаются евреи и многие не евреи. Например, смотрите, я хочу показать, что некоторые люди они слепы. Они слепы в том, что рабство, которое они находятся, это для них не рабство. Вещи, которые религиозные и которые проносятся каждый день, проходят каждый день, как будто были религиозные отношения с Богом, но они не являются истинными и не ходят из сердца. Иоанна 8 глава 38 стих «И познайте истину и истина сделает вас свободным». Ему отвечали «Мы семя Амрамова и не были рабами никому никогда. Когда же ты говоришь, как же ты говоришь, сделайся свободными». Ишу отвечал им «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха». Какой другой Египет? Египет уже не только телесный, а духовный. Эти религиозные люди, чтущие Бога, знающие принципы и, как мы уже говорили, чтобы праздновать Пасху каждый год. Есть условия празднования Пасхи. Когда ребенок спросит что это за Пасха, ты должен сказать, что это жертва Господу. Когда мы выходили из Египта, он вывел нас оттуда. Они знали принципы, они знали что есть исход. И они говорят, что мы никогда не были рабами никому и нигде. Насколько нужно быть слепым и религиозным, чтобы не слышать и не помнить, что рабство это не только физическое состояние, это и духовное состояние. евреи могли преодолеть всех своих врагов, когда разносили, и уйти из Египта. По этой причине фараон и боялся, что они уйдут, они уйдут, они присоединятся к каким-то еще врагам, возмутятся, уничтожат Египет и уйдут. Но они этого не сделали, потому что рабство было внутри, как духовное, так и физическое. По причине несохранения завета Бог предлагает уже не только еврейскому народу, который должен был быть священниками и светом этого миру, он также предлагает и всем остальным народам новую интернативу, интернативу выхода из рабства, духовного и физического. Он предлагает им самого себя. Евреям 10 глава 4 стих. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожали грехи. Невозможно. Послушайте, невозможно. Это невозможно. Но дальше. Посему Мессия, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовил мне. Всесожжение и жертвы за грех неугодны тебе, когда я сказал, тогда я сказал, вот иду, как написано в книге, в начале книги, обо мне, исполнить волю твою. Исполнить волю твою. Никем другим Бог уже не мог клясться. Никем другим заветом не мог уже обновить, как только самим собою. Посему, говорит, приготовил мне тело. Физический исход Бог выводит Израиль из рабства, дома рабства физически. Ищуа же делает такой же самый исход в духовном мире, который каждый человек зависим. Каждый из нас родился в этот мир, уж нуждающийся в избавлении. Мы нуждаемся в избавлении. И это избавление приносит только Бог. Исход 19 глава 4 стих. Вы видели, что я сделал египтянам, как я носил вас на орлиных крыльях и принес вас себе. Не в пустыню, не в обетованную землю, все мои желания были вывести народ мой чудесами, знамениями и сделать его своим народом, привести его себе. Так же самое можно видеть в Новом Завете те же самые принципы 1 Петра 3.18 Потому что и Мессия, чтобы принести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных был умышлен по плоти. Для кого Бог и что Мессия делал это? для кого Он умирал? Для чего Он нас изволяет из рабства, от привычек и греха? Для чего это Ему нужно? Чтобы дать нам обетованную землю, дать нам молоко и мед? Он говорит, это подарок, который приходит позже, тогда, когда ты будешь Моим. Моим. Вся суть Пасхи была, чтобы привести народ к себе. То ли это физическое избавление Израиля из Египта, то ли это духовное через страдание Мессии Ишуа. Это страдание за нас. Многие могут спросить, у меня такое, при чем здесь исход и страдание? Я не могу это сильно много объяснять, я не смогу вам детально говорить, что происходит и какие причины, но могу просто ответить, нарушение договоренностей это грех. Если люди прерывают отношения, бизнес отношений, которые подписаны контракты, считается преступлением, можно судиться, преступление, отказавшись от завета, который Господь Бог давал Израилю изначально, мы видели, читали, 31 глава говорит о том, что вы остались неверными этому контракту, этому договору, а я остался верным. Нарушение одной из сторон нуждалось в восстановлении и причиной прихода Ишуа Мессии было восстановление отношения и завета Бога с человеками, людьми, нами с вами. Я говорю сегодня относительно всех, евреев и неевреев, потому что Ишуа делает что-то особенное, большое, и Бог хотел, чтобы Израиль был светом и принципом священства, влиял на весь мир, но это неудержано было, и Бог приводит больше, Он дает себя самого, чтобы привести все остальные народы. Многие евреи были настроены в том, что они индивидуальны, что мир идет никуда, они особенный народ, они действительно особенный народ, взятый в удел, но Бог что-то особенно изменил. Смотря в будущее, Бог усмотрел спасение всего мира, и чтобы увидеть, принести избавление всему миру, Он заранее говорит об этом через порог, как Бог говорил Аврааму, помните, Он заранее Аврааму предупреждал, что твои дети выйдут из Египта через 400 лет, через 400 лет, они выйдут, Он говорит о том, что будет исход, будет избавление, и здесь Бог говорит о том же Висая 53, заранее, за много сотен лет до пришествия еще Мессии, Он подготавливает, чтобы когда-то сбудется, чтобы люди могли убедиться, что это правда, услышьте меня, но после того, как это произошло, многие евреи отошли не то, что от веры, а вообще от Бога понятия, когда же будет Мессия, они знают, что Висая 53 говорит о Мессии, но сегодняшнее учение, это уже может быть даже сотни лет, когда говорят о том, что Висая 53 не говорится о Мессии, или же о человеке, а говорится о Израиле, который будет страдать, посмотрите на наш народ, сколько он перенес, страданий и так далее, но знаете, я специально искал многие ответы, и думал, неужели настолько нужно было разрушить всю веру еврейскую, или же понятие многих евреев, что нельзя найти крупицы, где бы там был хотя бы намек на то, что Ишуа является Мессией, или понимание того, что Исайя 53 говорит о Машиахе, и я вычитал, несколько вещей я прочитаю вам, это из того, что я нашел, больше еще вы можете увидеть в нашей газете, я вам советую этот номер нашей газеты, просто не только взять для себя, взять ее для людей, взять ее для родственников, для знакомых, в церковь занести, там много говорится о Пасхе, там открываются многие вещи, я некоторые вещи почитаю из газеты, а более, Маисей бен Майом Мамадис, каким должен быть приход Мессии, вопрос, где будет место его первого появления, он первый появится на земле Израиля, как написано, внезапно придет в храм свой Господь, который вы ищете, Малахия 3.1, но что касается формы его прихода, то это знать мы не можем, до тех пока не произойдет, дабы никто не мог сказать, что он сын кого-то, какого-то человека или какой-то семьи, восстанет некто, кого никто не знал раньше, и те знамения, чудеса, которые он сотворит перед людьми, будут доказательством его истинного происхождения, ведь Бог провозглашает свою волю в тех событиях, говорит, вот муж, имя ему отрасль, он произойдет из своего корня, создат храм Господень, Захария 6. Как интересно, правда? Дальше так же, как Исаия пророчествует о времени его появления, говорит, что никто не будет знать ни отца его, ни матери, никто не знать будет его семьи, он взойдет перед ним как отпрыск, как росток из сухой земли, он удивительен будет, он будет как феномен, который будет сопровождаться появлением чудес, знамений, и дальше, говорит, все цари земные придут в ужас от его славы. Я прочитаю это последнее, цари закроют перед ним устарство, ибо они увидят то, о чем не было говорено, узнают то, чего не слышали. Вспомните первых верующих, как быстро Слово Божие распространялось и в общине росли. Все царства были фактически в шоке от того, что происходило потому, что каждый из них говорил, что мы нашли истинного царя, царствующего в наших сердцах. Их нельзя было поработить, их нельзя было уничтожить, даже будучи рабами, они были свободными. Будучи уничтожаемы, они были в радости и веселье, потому, что они знали, кому не поклоняются и царство Мессии Ишуа распространялось и распространяется сегодня не только среди еврейского народа, а по всему лицу земли. И сегодня эти видные мудрецы евреев или же иудаизма подтверждают то, что Ишуа является Мессией. Дальше есть такой мидраж с словом «Приди сюда», Руфи 2.14 относится к Мессии. «Приди сюда, приблизься к царству и ешь хлеб». То есть хлеб царства и обмакивай кусок твой уксус. Помните, дали ему уксус пробовать. Дальше они пишут интересные вещи, это относится к страданиям, как сказано, но он и звязлим был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Раби Гуна ссылается на Равина Аху, сказал, страдания поделены на три части. Одна для Давида и патриархов, одна для нашего собственного поколения изгнанников и одна для Мессии, как написано, он извязлим был за грехи наши. Когда придет час сей, святой Бог, да будет благословенно имя, я должен буду сотворить ему нечто новое, как написано, ты сын мой, я ныне родил тебя. В литургии на Йом-Кипур, на день искупления дополнительное чтение идет, я вам прочитаю его. Наш праведный Мессия покинул нас, ужас нас держит в тисках и некому нас оправдать. Он понес ярмо грехов наших и наше преступление. На своих плечах несет он ношу грехов, чтобы за все наши злодеяния приобрести прощение. Мы исцелились ранами его, о, великий Бог, время пришло тебе сотворить его заново. Вавилонский Талмуд. Извините, что я вам читаю такие вещи, но я хочу, чтобы те, кто пришли сюда просто поглазеть, или как бы евреи, которые хотят посмотреть, что такое мессианский иудоизм и так далее, мы верим воскресшего Мессию. И понимаем, что многое было спрятано от евреев, чтобы не было открыто для них. Но пришло время, когда Бог открывает глаза еврейскому народу, и нужно пойти иногда той запретной дорогой, которая называется Исаия 53. Нужно спрашивать. И смотрите, Вавилонский Талмуд, Мессия, как его имя? Равины говорят, прокаженный дома имя его. Как сказано, он понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем, иничижен Богом. Это написано у них. Но знаете что? Страх перед человеком, буду говорить, и запрещает, препятствует многим евреям увидеть в Исаии 53 не просто страдающего Мессии, а Ишуа, который умер и воскрес для нашего оправдания. Им страшно, что о них подумают, что о них будут думать. Вы знаете, этот страх нужно преодолеть. Я сегодня предлагаю каждому из вас эту встречу. Встречу с Богом. Почему? Иоанна 14 8 говорит так. Филипп сказал ему, Господи, покажи нам Отца, довольны для нас. Ишуа сказал ему, сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп, видевший меня, видел и Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца, разве ты не веришь, что я в Отце, Отец во мне, слова, которые я говорю вам, говорю не от себя, Отец, призывающий, пребывающий во мне, Он творит дела. Что висело на Голгофском кресте? Только листело человека, который взял на себя грехи? Ишуа прямо говорит Филиппу, видящий меня, видел и Отца. Ничто иное, как Божье благоволение и любовь смогла зайти на крест. Сегодня я для вас хочу сделать этот призыв в пасхальный день. Увидеть в Висайи 53 Маше Хаишуа и просто страдающего угнетенного народа Израиля. А того, кто никем не мог другим покляться, как собою, никто другого не мог прийти, как Он Сам взял на себя тело человека. Сегодня Он обращается к каждому из нас и говорит, хочешь ли ты иметь встречу с Богом? Хочешь ли ты иметь эту встречу с Богом лицом к лицу? Посмотри на меня. Посмотри на крест, который был уготовлен для меня еще до сотворения мира. Посмотри на тот исход и посмотри на то, что я предлагаю тебе. Я предлагаю тебе встречу со мной. Я предлагаю тебе прийти в дом убежища, где ангел смерти пройдет мимо тебя. Пасха. Но за Пасхой следует исход, решение встречи с Богом. Бога, которого ты, может, не знал раньше. Ты мог слышать о Нем от родителей, от соседей, из передач просто религиозных брошек. Я предлагаю тебе выйти из своего дома убежища, где ты перенес чудное спасение. Выйти к Нему навстречу, прийти к Нему в пустыню, в безлюдное место. Тот, кто Сына Своего не пощадил, с Ним не дарует нам всего. Услышьте меня, пожалуйста, и правильно. Картина Пасхи, копия того, что сделал Ишу. Он выводит тебя из дома рабства для себя, для общения с тобой. и когда ты сделал решение следовать с Ним, как еврейский народ, который сказал, все, что Бог скажет, мы исполним. Моша, ты иди, нам здесь страшно, мы не хотим умереть, но все, что Бог скажет, все, что поручит, все, что Он прикажет, мы что сделаем, исполним. Как я же почитал, тот завет они не смогли сдержать. Все, что от тебя сегодня ожидается, это подумать, нужна ли тебе эта печь, томление греха, томление его духа, зависимости, которые ты не хочешь оставить. Может, на самом деле, твой Египет и твое рабство, оно место какого-то успокоения, и ты фактически хочешь, ты кричишь Богу, избав меня, освободи, этот крик уже поднялся к Богу, как Израиль, который орал к Богу, и Бог говорит, я иду освободить. Услышите? Это то же самое пересекается с тем, что мне было готовное тело, и я пошел, я взял это, и я пошел. Бог это делал. На пути Он хочет иметь с тобой встречу. И в этой встрече Он хочет дать тебе обещание, что землю, которую ты еще не видишь, а которую ты слышал, которой ты веришь по слову моему, я ее тебе дам. Я обязательно тебе дам. И когда ты войдешь в эту землю, вспоминай о том, кем ты был. То, что вот сегодня мы сделали, подобие того, что я почитал. я вы не поняли, что сегодня мы принесли конверты, которые вы благодарственные конверты, это тот, что может корзину принеси, положи все в корзину, приди пред Богом и скажи, что я уже нахожу в земле, которую ты мне обещал. Но это путь. Это путь, друзья, это путь. И Он хочет из раба, свободного раба, вытащить рабство, вытащить Египет, который нас манит туда. Каждый из нас искушаемый грехом. Нет ни одного человека, который бы не был искушаем грехом, как Израиль, который был искушаем вернуться обратно. Потому что для них положение в Египте, грех, который они, ну греха, турабство, в котором они находились, казалось после исхода не таким уже страшным. Почему? Потому что и здесь трудно. Здесь нет хлеба, здесь нет пищи, здесь нет всего, а Бог ведет. для верующих, обращаясь к верующим людям. Вы проходите через жизненный путь испытаний, и как хочется иногда вернуться в Египет, потому что там вроде бы все было трудно, но легче. Какое-то было свое привычное в том, в чем я родился. путь с Богом он неизведанный. Мы не ходили с Ним вчера, третьего дня. Это путь трудностей, переживаний. Но то, что Он хочет вам гарантировать, ведь я буду с тобой. Я назовусь твоим Богом. Ни один халдей, ни один грешный человек не может сказать у меня есть Бог. Который любит меня, Который освободил меня. Никто из них не может опереться на того Бога, Который ведет, а знающим Его все содействует ко благу. Сейчас у нас будет хлебопреломление. Сейчас будем участвовать в страданиях и воскресении Шоу Мессии. Это время пасхального примирения с Богом. И вот обещание, которое Бог дает каждому из нас. Крест это не только по поруганию, это место встречи. И откровение Иоанна 21 глава 30 стих. И услышал я громкий голос неба, говорящим, сие скиния Бога с человеком. Он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу за чей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле, все творю все новое, и говорит мне, напиши, ибо слова сии истина и верны. Обещание, обещание молока и меда и земли, я хочу иметь Бога, у Которого есть и молоко, и мед, и обеспечение. Знать Его, знать на того, кто всем тебя обеспечит. Обещание сегодняшнего времени Нового Завета выйти, быть с Ним, познать Его, как Он познал нас, совершить путь жизненный. И на этом пути мы, я уверен, что многие могут все сказать. Я был благословен, Он меня обеспечил, Он меня одел, моя обувь не снашивалась, у меня не было болезней, я получал свое исцеление, даже когда я роптал, вызывал, взял на того, которого распяли, я получал свое исцеление, но у меня уготовлена моя земля, обещание. Сам Авраам искал тот город, которым является Бог и строителем, и архитектором. Он был странником. Я верю, что это для нас сегодня Пасха тот же самый принцип. сегодня участвуя в Пасхе, я приглашаю вас к осознанию того, что Египет на сегодняшний день реален. И что эти нитки Египта, они к нам присоединены в наше путешествие. Но Бог хочет избавить нас от Египта, от рабства, состояния раба. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова